Всем пламенный привет! С вами Блокросс! Мы снова в воздухе! На этот раз поговорим о легендарном самолете, о мустанге P-51. Будем говорить о D5, D30 и сразу две модификации. Я их облетал и в общем-то понял, что они не отличаются. Только внешне там небольшие отличия, но а так в общем-то один и тот же самолет. В реале они были очень-очень хорошими, пилоты их нахваливали. Действительно на них было много-много-много побед. Но посмотрим, впрочем, что за самолет у нас в игре и что он из себя представляет. И сделаем соответствующие выводы, как на нем летать, что можно делать, а что категорически запрещено. Ну и пока я поближаюсь к Ки-185, сейчас буду его уничтожать, потихонечку прошиваю вот уже и дальше он никуда уже от нас не денется. Кстати, будет интересен тем, что он будет проходить на средних-малых высотах, также практически на малых. И вот здесь посмотрим на мустанге, что он может делать. Самое главное, запомните, что для любых маневров вам нужна скорость. Если есть возможность поднабрать скорость и высоту, занимайтесь этим, а не блуждайте где-то по верхушкам деревьев, иначе вам это аукнется. Ну и так, для того, чтобы понять, что за самолет, давайте перечислим плюс и минус, и там дальше будем решать, как же нам летать на нем. Из плюсов явных, это наш флаттер, все-таки 900 км в час, это очень хорошая скорость пикирования, догоняем даже реактивов некоторых, особенно когда они не успевают вовремя уйти вниз. Очень-очень неплохо. Что догнать какого-то поршня, что убежать от него, это нам под силу, этим мы будем заниматься регулярно. Особенно если у нас не получилось заклимпить где-то хорошо в сторонке, и нас встречают, значит будем уводить всю толпу к своим. По крайней мере оторваться уж точно сможем, и практически всегда вас бросают. Потому что Мустанг, это та машина, которая спокойно отрывается в пикировании, и даже у земли, когда спускает к земле противников, и там продолжает отрывать. Все-таки скорость у нас там под 600, если я не ошибаюсь, плюс-минус, и мы спокойненько отрываемся от преследователей. Вот такие дела. Что еще? Двигатель. Да, у нас довольно мощный, хороший двигатель, но и сама машина тяжелая, поэтому скороподъемность у нас, ну скажем так, хромает несколько. Поэтому приходится уходить в сторону и там климпить. В общем-то, для Мустанга характерны все те же самые признаки и те же правила, что и для Тандерболта. Ну, единственное, мы немножечко лучше маневрируем, чем Тандерболт. А так вот, посмотрите обзор по Тандерболту P-47, и вы все поймете. Что у нас еще? Неплохая общая управляемость. То есть, в принципе, самолет довольно комфортен, и как бы что вертикальные, что горизонтальные маневры, без каких-либо проблем нам даются. Это тоже плюс. Ну, а теперь о минусах. Все-таки, нехватка мощности, да, как я уже говорил, она ощущается, и даже вот у земли, если у вас не получается как-то оторваться прям быстро, тут уж ничего не сделаешь. Двигатель такой, какой он есть. Вам приходится несколько маневрировать, уклоняться от снарядов и пуль противника, и по чуть-чуть отрываться. В конце концов, через какое-то время Мустанг увеличит скорость и будет уходить в отрыв. Но, опять-таки, проблематично бывает именно вот выжить вот в этот короткий промежуток времени, или не очень короткий, когда за вами летят, и вам нужно во что бы то ни стало уйти. Ну, тут, что называется, либо удача, либо вы будете на скиле как-то уворачиваться и отрываться потихонечку. Вот как-то так. Ну, плохой ролл, как я говорил, общая управляемость вполне ничего, но сам ролл, он оставляет желать лучшего, особенно на скоростях ниже 350. Тут уже ничего не поделаешь, но и самолет, в общем-то, и не заточен был под какие-то маневры, виражи в горизонтали. Нет, самолет был американский, классический, скажем так, он укладывался в философию того же Хелкота, Корсара, то есть за счет скорости, высоты, бум-зума, вот, выполнять вот это все, но ни в коем случае не вступать в маневренные бои. То есть нам всегда нужна высота, не получается занять высоту, встречаюсь, значит, мы будем пикировать, убегать, уводить за собой, подставлять под своих союзников, ну и вот как-то так. Так разворачиваться, когда вас бросили, и атаковать, набирать высоту, снова атаковать, убегать. В общем, довольно-таки распространенная тактика, известная, и тут особых проблем, я думаю, с этим не будет. Ну и наше вооружение. Конечно же, хотелось иметь 8 браунингов, все-таки 6 как-то маловато, особенно для этого уровня. Четвертый ранг, 6 браунингов, ну, как-то вот не впечатляет. Хотя, с другой стороны, хватает для уничтожения истребителей, да, и некоторых бомбардировщиков. В особенности средних, вот таких как B25, вполне-вполне-вполне, тем более, что мы очень неплохо сжем. Ну и вот сейчас интересный момент, проверяем себя в лобовых. Да, у нас получается сносить, особенно если есть какой-то скилл, но проблема все-таки присутствует. Сам секундный вес залпа, вот, как бы, он оставляет желать лучшего. Я говорю, опять-таки, было бы два дополнительных браунинга, мы бы были жестче. Ну, а так, все, что у нас есть, 6, и мы с этим как-то справляемся. Боезапас 1880, в общем, ну, пойдет. Хотя, вот, по всем характеристикам, в совокупности, нас хорошо бы перевести на третий ранг. Может быть, конец третьей эры, и вот там мы себя чувствовали бы хорошо. Ну и еще один показательный бой, и на этот раз епошки, и на этот раз нам придется, конечно, поворачиваться, здесь побегать, попрыгать, и, в общем, играть в одинокого рейнджера и кучу разъяренных индейцев. А именно так они себя и будут вести. Бегать, кричать и даже стрелять у вас. Ну что ж, уходим вниз, высота явно не наша, ну и тут ничего не поделаешь, будем помогать союзникам, возможно, и союзники помогут нам. Итак, у союзного мустанга 6, захожу на этого несчастного зеро, и вот, вроде как бы, он бросает союзника, и я пытаюсь его прошить. Да, есть небольшие попадания, еще попадания, крит, и все замечательно. Сразу уходим наверх. Да, скорость мы набираем хорошо в пикировании, и если вы проатаковали кого-то, сбумзумили, сразу убегайте наверх, разменивайте скорость обратно на высоту, возвращайте себе высоту, тем более, если ее никто не занял. От бумзума играть милое дело, если получилось. Вообще, очень часто у вас будут такие бои, если вы в сторонке клинбитесь спокойно, а народ где-то устроил замес по центру карты, они будут опускаться все ниже, но это стандартно. В то же самое время вы сможете занять над полем боя высоту, и уже клевать всех безболезненно, беспроблемно. Ухожу вниз, у меня было 6, в общем-то, мои крови очень сильно хотят, но мы живем, живем долго, счастливо, ну и может быть даже очень ярко. Иду помогать союзникам, ну тяжело, у японцев очень интересный сетап, сетап действительно жесткий, K-84 нас сковывают в каких-то скоростных таких качествах, догоняют где-то, где-то не дают нам зайти, уничтожат противника, начинают догонять, приходится пикировать, убегать дальше. А зеро нас сковывают в плане маневренности, в плане виражей каких-то, и сами, конечно же, неплохо уклоняются от атак. В общем, ну вот что делать? Воевать, конечно, воевать, но с трудом. Итак, ловлю K-84 в прицел и начинаю догонять. Пытаюсь его подработать по чуть-чуть, небольшими очередями, благо скрытая лента позволяет мне его немножко напрягать, он не видит, что я иду по нему в огонь, он видит, что только у него 6. А куда я стреляю, как я стреляю, здесь, в общем-то, ему неизвестно, до тех пор, пока я не попадаю. Поджег, он потушился, но, тем не менее, я остаюсь у него на 6. Хотел доработать, последнее время чего-то как-то подсасывают постоянно, регулярно, и уж хочется наверняка добрать и успокоиться. Но понимаю, что все-таки он без двигателя, он сейчас упадет, а у меня вполне возможно, что 6. Еще много противников, и все-таки высота не наша, и нужно, наверное, подумать о своем здоровье, о своей жизни, а не о фраге. И как-то это было бы разумнее. Бросаю 84-го и ломлюсь за Zero. В общем-то, Zero не такой скоростной, это тоже наш плюс, но, опять-таки, он маневренный. Если у вас и получится, то только прошить его где-то на проходе. Наконец-таки падает 84-й, и я доволен. И продолжаю, в общем-то, нести свет в этот скромный темный мир. Надо, в общем-то, пытаться сделать еще несколько минусов. Сейчас союзники радуют. Вот один был сбит, второй просто сейчас разобьется. Чего мне тут делать, вообще непонятно. Как здесь выживать, более практически одному, непонятно. Ну и вот, хоть что-то пытаюсь сделать. Еще один минус. И, как я уже говорил, против Zero у нас есть только один шанс поймать его на проходе и хорошо всадить. Влагой, что Zero не бронированные самолеты, и там их можно очень неплохо прошить кредитно-ночь. У меня шесть, это Ки-84, я понимаю, что вот от него сейчас вообще убежать будет проблематично. И нужно уходить только вниз. Вниз Ки-84 идет плохо, мы это помним. Я ныряю вниз, и вижу, что Zero чешет мне в лоб. Ну, если в лоб, то я согласен. Даю ему лобовую, есть небольшие попадания кредит, и я думаю, что, в принципе, жизнь удалась, и меня сейчас собьют. Ну, в общем, посмотрим, посмотрим, чем мне это выйдет. Пытаясь добрать ей все-таки эту Zero, она зачем-то совершила маневр, подставилась под меня, и я ее поджигаю. Готово. Вот, собственно говоря, и все. Я сейчас буду сбит, но в то же самое время и упадет Zero. Вот такой вот бой. Не получилось это играть хорошо, в первую очередь, потому что союзники как-то вот сливались, разбивались, ну, как обычно. Но самолет сам по себе неплохой, и, как я уже говорил, очень напоминает P-47. Ну, что ж, вот, как-то так. Понравилось видео, ставим лайк, рекомендуем видео друзьям, подписываемся на канал. На этом все. Всем чистого неба и хорошего настроения. До новых встреч. С вами был BlackRose. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова